Всем привет! С вами, как всегда, Ольга. Сегодня мы с вами будем готовить порционник в духовке. Что такое порционник? Порционник – это самое простое, в моём понимании, и самое лёгкое блюдо, которое даёт, как сказать, очень много фантазии. То есть порционник в себя не включает какие-то именно ингредиенты, а может, в порционике может быть всё, что угодно. То есть мы с вами можем давать полностью волю своим фантазиям и желаниям. Что нам для этого нужно? Для этого нам нужна фольга. Фольга, девочки, у меня попалась очень тоненькая, я сделала на всякий случай двухслойную. Так, у меня в порционике будут присутствовать голени, капуста белокочанная, лук, морковь, чеснок, майонез, картошка, приправа и томатная паста. А вы можете порционник собирать как угодно. То есть вместо курицы здесь может быть индейка, свинина, телятина. Точно так же здесь может быть и рыба. Вместо белокочанной капусты может быть брокколи, пекинская капуста, болгарский перец. Вместо томатной пасты помидор. Ну то есть вообще фантазии только какая хотите. Картошку не хотите, не надо. Добавьте кабачок, добавьте баклажан. Какое только у вас желание. Я уже сказала в начале, что именно этим этот рецепт интересен и прекрасен. Собираем первый наш порционник. В первый порционник наш я кладу, ну так мне охота, две голени. Так, вот так мне охота, две голени. Хочу я всё это дело посыпать вот этой приправкой. Как всегда говорю, в моих рецептах никаких точностей нету. Вы делайте абсолютно так, как хотите вы. И по количеству, и по качеству, да? Какие вас травки, муравьки интересуют. Соль я не буду использовать. Так, дальше что? Дальше сюда я кладу лучок. Лучок я положу кругленький. Я порезала и кругленький, и лучок такой, меленький. В этот порционник я вот так вот положу. Так, лучок. Так, морковку. Тоже не тёртую морковку мне охота. А мне охота вот такую морковку тоже. Такими меленькими-меленькими кружочками. У меня, кстати, такая маленькая морковка. Я замучилась, если честно, сидеть её сегодня и резать. Так, капустку. Мне хочется капустку. Так. Ещё капустку я положу сюда. Так вот хорошо, капустки. Так. Ну, вот захотелось мне, девочки, майонезика. И я себе в этом отказывать не буду. Я сделаю с майонезиком. А почему я должна себе отказывать? Правильно? Правильно. Так. Всё это дело вот так вот с майонезиком. И ещё мне охота кетчупа. Не кетчуп, извиняюсь. Томатной пасты. И томатной пасточки. Вот так вот всё. Я говорю, никаких точностей. Этим этот рецепт и прекрасен. Берём фольгу, овощи, берём мясо, грибы, если есть. Всё, что вы хотите, всё берём, собираем. Если есть желания рыбные, если есть желания грибные. В общем, одна ваша фантазия, воля вашей фантазии. И всё это дело с вами собираем. Вначале вот так первым слоем. И потом у нас пойдёт второй слой. Но если, как сказать, фольга толстенькая, плотная, то, конечно же, хватит одного слоя. Но я, девочки, просто побоялась, что всё это дело протекёт. Вот наш порционник готов. По времени вообще ни о чём, а по вкусу. Давайте соберём ещё один порционник. Так, давайте соберём один ещё порционник. В этот порционник. Ну, опять же, также мы возьмём голень. Так, чё мы возьмём? Конечно же, возьмём лучок. Прямо-таки от души. Вот так вот. Сюда мы, давайте, добавим чесночок. Чесночок. Морковочку добавим. Здесь давайте сделаем маленько по-другому. Так, капустку добавим. Капустку добавим. Так, картошечку добавим. Тоже у меня картошечка миленькая, девочки. Очень красиво вот так кружочком порезано. Всё очень красиво. А сейчас как раз осень. Обилие овощей. И, в принципе, овощей-то недорогие. Да, вот. Поэтому это блюдо можно делать и разнообразить, как я уже сказала, как желаете. Можно сделать, в принципе, в принципе, да, у кого-то желание есть просто одни овощи, да. Это тоже, как сказать, не имеет никакого значения. Так, теперь здесь мы посыпем не на курицу, а вот так вот посыпем на картошечку специи. Вот так вот. Тоже опять сделаем с майонезиком. Вот так, как я люблю. Прям вот так. Вот так хорошо. Вот так. И то же самое. Томатненькой пасточки. Тоже вот так вот. Хорошо. Вот так. И всё, девочки, это будет запекаться, естественно, в собственном соку. Давайте ещё чуть-чуть наверх вот так вот капусточки. Вот так, с горкой прямо-таки, чтобы порционник с горкой. Так, сейчас мы всё это дело упутаем хорошо в шубку. И вообще, я говорю, конечно, блюдо лёгкое делается, выполняется легко, но в обычный день это не будешь этим заниматься, потому что, естественно, все практически мы хозяйки на работе, заняты. Вот, но в субботу, воскресенье или даже в пятницу, если у кого-то пятидневка, да, после работы можно прийти и порадовать свою семью. И когда вот, я говорю, домой придёт муж, дети, теплота, уют, пахнет вкусно, семья довольная, а уж как довольна женщина, что все довольные, её хвалят. Говорят, какая ты у нас замечательная мама, как ты нас вкусненько кормишь. И вся семья довольная сядет вечером за стол и очень-очень вкусно поужинает. Так, девочки, этот порционик у меня даже получился такой, ну, хорошенький, крупноватенький, так скажем. Так, и ещё, сейчас мы с вами, девочки, соберём уже последний порционик. Так, берём ножку, значит, здесь у нас будет морковка тёртая. Так, вот мы сделаем морковочки тёртой. Так, чесночка. Чесночка. Капустки, конечно же. Как вы считаете, если всё у нас не порвётся, фольга? Давайте, давай, постараемся всё. Так, вот. Капустки, хорошо так. По капустни. Так, 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 так. Теперь картошечки. Картошечки. Можно, в принципе, я говорю, так сильно и не заморачиваться. Можно просто, да купить просто грудку, да, и почистить картошку. И картошку не обязательно же так мелко тоже нарезать, там, какие-то эти тонкости делать. А, в принципе, можно просто наполовинке, ну, подольше тогда просто в духовке сформировать и всё. Так, сюда мы не будем класть майонезик, а просто толечка томатную пасту. Вот так вот. Такая у нас с вами красота. И теперь собираем этот наш красивый порционник, чтобы никуда он не убежал. А вообще, девочки, когда готовишь с любовью, с удовольствием, то как-то, вот, вы понимаете, с душой и даже вот у самой какое-то настроение меняется. Вот прям на душе хорошо. Душа поёт, а сердце плачет, девочки. Правда говорю, прям настроение забалденное, когда всё это делаешь с душой. Не просто, что вот так вот встал, когда там занят, плохое настроение, что просто вот так вот делаешь, отвязаться, то да. А когда делаешь с душой, то просто получаешь какой-то один позитив и наслаждение. Так, собрала я, девочки, три порционника. Можно собирать сколько угодно. Всё, я уже сказала. Всё, что угодно. Ингредиенты можете менять под себя. Какие вам нравятся. Грибы, мясо, кабачки. Всё, что хотите. И даже ананасы, у кого они есть. И сейчас в духовку при 180 градусах 40 минут. Конечный результат я вам обязательно покажу. Ну, что, девочки, прошло 40 минут. Наша красота готова. Готовьте, как я. Готовьте лучше меня. С вами, как всегда, ваша Ольга.